Адам Сайте впервые дает интервью после возвращения в большой спорт. На предстоящем 23-м международном турнире Иван Ярыгин олимпийский чемпион настраивается только на победу. Так же, как и более молодой борец-вольник из Красноярска Исраил Касумов, который на прошлогоднем турнире стал настоящим открытием для болельщиков. Рассказ о возвращении известного мастера и надежда перспективного спортсмена в третьей части проекта Новостей 24. Золотая команда. За четыре года, что он не боролся, Адам Сайтеев сильно изменился. Но мастерство не пропало. Олимпийский чемпион Сиднея на ковре, как тигр. Такое ощущение, что его соперник еле держится на ногах. Но уходить от таких, как Сайтеев, бесполезно. Его возвращение в большой спорт – сенсация. Если Адам вместе с братом Буэйсаром отберется на Олимпиаду в Лондоне, начнется красивая спортивная история. А если братья победят, история станет легендой. Первая остановка на пути Адама – Ерыгинский турнир. В случае проигрыша в Красноярске она может оказаться последней. Ставки высокие, а соперники очень серьезные. Но Сайтеев-младший не просто так годами залечивал тяжелые травмы. Насчет большого спорта, пока не ясно. Зал я никогда не уходил, тренировался. Почувствовал себя в форме нормально и хочу просто побороться. Возвращаться или нет, это будет зависеть от результата, как побороться. Так что больших надежд я бы на болельщиков не буду возлагать, но сам выигрывать так просто проигрывать никогда не собирался. Но так просто получится. Исраилу Касумова до славы Сайтеевых еще далеко. Его время только начинается. И главные соревнования впереди. Касумов внимательно слушает наставников. На тренировках, по словам учителей, часто не щадит себя. На прошлом турнире Иван Ирыгин борец стал третьим. В весовой категории до 66 килограммов. А его победный поединок за бронзу одним из самых драматичных и запоминающихся. Хотя сам спортсмен говорит, сложной была каждая схватка. Слишком уж на красноярском турнире сильная конкуренция. Не просто так было выходить, как обычно в турнирах бывает, там легкие схватки такие проходные. А там каждая схватка, как с первого начиная до последней схватки, да, все тяжелее и тяжелее идет этот турнир. Поболеть за Адама Сайтива и Исраила Касумова красноярцы смогут с 27 по 29 января. Поединки 23-го международного турнира по вольной и женской борьбе серии Голден Гран-при Иван Ирыгин пойдут во дворце спорта имени выдающегося красноярского борца. Владимир Пермяков, Сергей Раков, 7 канал, новости 24. Продолжение следует...